Привет! Приближается Новый Год и конечно же этот праздник не пройдет без подарков. Кто-то уже определился, а кто-то до сих пор думает, что подарить своим близким или самому себе любимому. Во-первых, сегодня я расскажу, насколько актуально PlayStation 5 наступающим в 2024 году, какой аккаунт лучше создать, какую подписку Extra или Deluxe лучше оформить, минусы и преимущества перед ПК, а также почему я выбрал данную консоль как основную игровую систему. Во-вторых, после просмотра данного ролика вы точно решите, стоит ли порадовать себя лучшей игровой приставкой на свете. Для матерей, которые смотрят подобные ролики, чтобы выбрать подарок ребенку, я передаю вам привет и отвечу сразу да, она нужна для учебы. Ну а перед началом ролика я попрошу тебя подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий в конце видео. О PlayStation 5 я мечтал с момента ее презентации и не мог понять весь следующий год, откуда на них такой дефицит и неадекватная цена. Магазины типа MVideo продавали их за 90-100 тысяч. Представьте лицо чувака, который был последним, кто купил за сотку, а через час она стала 65. Преимуществом консоли всегда являлась низкая стоимость относительно дорогущих ПК и в том, что ее вам хватит на ближайшие 8 лет без надобности обновлять железо каждые пару годиков. Пятую PlayStation покупали бы и за 120, и за 150 тысяч, потому что это выглядит как настоящий next-gen. За день до своего дня рождения в 9 утра я уже мчался в магазин на всех парах, не передать эмоции, которые я ощущал, когда нес ее до дома, будто ты победил эту жизнь. Да, звучит забавно, это ведь вещь и не такая уж и дорогая, но мечта есть мечта. Я купил самую последнюю третью ревизию за 55 тысяч рублей. Что за ревизии такие? Для кого-то будет открытием, как и раньше для меня, но в течение всех лет, что продается консоль, разработчики собирают обратную связь и исправляют проблемы, которые возникли у игроков, выпуская следующие ревизии доработанными. Например, вторая ревизия сильно гудела у многих, так как уменьшили охлаждение, в третьей все поправили, и ревизии будет еще минимум 9-10, поэтому тут не парьтесь, на данный момент третья самая лучшая и доработанная. И раз мы заговорили об этом, шумит ли консоль? Нет, ее не слышно вообще. Нет, вы не поняли, это не значит, что очень тихо относительно компов, это значит очень-очень-очень-очень тихо. Ничего страшного, хотя как бы, ну, нихуя себе. Это выглядит как магия прямиком из будущего, но это только начало сюрпризов. При распаковке первым делом нас встречает устройство, которое говорит сразу «это консоль нового поколения бич». DualSense отличается от DualShock'а для четверки, ну, во всем. Не побоялись и изменили форму, сделав обтекаемые ручки. Потрясающее матовое покрытие, ну, это просто секс, как назвать иначе. Главной фишкой геймпада являются адаптивные триггеры, которые сопротивляются в разных игровых ситуациях. Например, стреляете из лука, нужно приложить усилие, чтобы надавить на триггер, а выстрелив из пистолета, правый триггер откидывается, словно в реальной жизни курок. Сколько разговоров я слышал о том, что эта функция поддерживается в маленьком количестве числе игр, это бред. Я прошел уже 7 или 8 ААА игр от разных студий, и везде все в порядке, везде придумывают свою фишку в их использовании. Еще я читал комментарии типа «ну, не знаю, насколько это будущее, вот если в игре есть поддержка триггеров, отлично, если нет, ну ладно, не заметишь». Нет. После того, как вы сыграете несколько часов с этой новой технологией, вы вообще не поймете, как играли раньше без них, и зайдя в игры для PS4, просто не захотите играть. Но у меня это было так. Я решил отложить прохождение нескольких игр, чтобы поиграть в те, где есть триггеры. Ну вот настолько мне зашло. Сама PlayStation 5 выглядит как космический корабль из будущего, который обращает на себя внимание всех гостей. Настоящий футуризм, может быть наши квартиры будут к ней как-нибудь готовы хотя бы лет через пять. Корпус матовый, поэтому белый цвет не будет марким, а вот посередине у нас черный глянец, который должен по идее очень сильно зацарапаться даже от пыли. Но вот у меня вроде как вообще все в порядке. Еще если вы, как я, начитались умников перед покупкой, которые скажут, что консоль должна быть только в лежачем положении, так как при вертикальной стойке у нее что-то плавится на процессор, это миф. Забыли. Ну и теперь о главной задаче игровой консоли. Играть в игры. Знаете, покупая консоль, вы получаете стабильный FPS на протяжении 7-8 лет. Вам не нужно заходить в настройки и настраивать графику. Тут нет настройок таких-то вообще. Разработчики ставят консоли, приоритеты делают идеальный баланс между графикой и производительностью. Вы всегда получите сочнейшую картинку и стабильный FPS. Есть два режима. Режим высокого разрешения, это для телевизоров 4К, где будет максимум 30 FPS, но выбирая режим производительность, вы получаете всегда стабильный 60 FPS в Full HD. Сразу люди с компьютерами скажут, фу, ха-ха-ха, 60 FPS. Ну смотрите. 60 FPS это частота, от которой начинается плавнейшая картинка. Больше она здесь не нужна. Только если вы не фанат конкретно онлайн-шутеров. Тогда можете задумываться о покупке ПК. Ведь там FPS, ну, наверное, решают. А какой компьютер ты купишь по цене PS5? Давай посмотрим. Аналог консоли в виде ПК начинается от 100 тысяч рублей и через пару лет еще пойдешь процессор менять и видеокарту. А чтобы на ультрах запускать в 60 FPS то, что летает на плойке, еще больше. Стоит ли ради пару камушков более детально прорисованных такой разницы в цене? Мое мнение, нет. Нет. Это не единственное преимущество перед ПК. Ну вот это вот скачивание любой игры через кое-что. Смекаешь? Тут ок ПК. Но в настоящее время разработчики не стараются оптимизировать игры для персональных компьютеров. Приходится плясать танцы с бубнами, скачивать моды, фиксы, патчи. Вот на примере последней Last of Us, где чтобы начать играть, ты должен ждать в меню 30-40 минут, пока загрузятся шейдеры. И так каждый раз. Да, да. А что такое? Ты торопишься куда-то? Извините, блять, с какого хуя? С какого хуя? Не подумайте, я обожаю ПК. Прошел 27 игр за 3 месяца где-то и кайфанул во многом. Но вот последний раз скачал Assassin's Creed Odyssey и запустил, а у меня по бокам появились черные полосы. И чтобы это исправить, я потратил полчаса времени на поиск решений. Оказалось, нужно скачать прогу для изменения разрешения монитора. И только после этого все заработало. Жуть. Кизару, вам слово. Это пиздец. На PlayStation ты запускаешь игру и сразу нажимаешь играть. Мало кто из игроков, которые тратят на игру пару часов за несколько вечеров, захотят заниматься постоянно подобным. Это что касается ПК. Что касается Xbox. Пожалуйста, не ведитесь на маркетинг Microsoft, который всю презентацию называют какие-то цифры, которые мы не понимаем и говорят, что бокс мощнее любой другой консоли. Если сравнивать циферки, то да, Xbox мощнее. А вот что происходит при реальном использовании? PS5 во многих моментах идет плавнее, не фризит и стабильные кадры. А потому что дело в оптимизации операционной системы и железа, как у Apple. Пожалуй, главным фактором, по которому пользователи выбирают консоль от Microsoft, это Game Pass. Подписка, в которую входит более 500 игр и большинство из них попадает туда в первый же день после своего выхода и за 500 рублей в месяц. Sony ответила на это своей подпиской. Да, в ней меньше AAA игр, но в Game Pass не будет эксклюзивов, которые есть только на плойку. Я говорю о двух частях Человека-паука, God of War, Uncharted, Last of Us, Bloodborne, Horizon. Да боже, многие из этого списка являются играми поколения, не говоря о том, что все остальные на 10 шагов выше конкурентов в подобных жанрах. А это лишь малая часть того, что я назвал, поэтому тут смотрите сами. Просто нереально круто. Конечно, маловато, но это круто. Это прям разработчики молодцы. Почаще бы так, почаще. Ну и раз мы заговорили про подписки, давайте я расскажу, какой аккаунт выгоднее всего будет сейчас оформить, точнее какой страны и какую из подписок будет лучше всего купить. Я буду краток скажу, вот покупайте просто украинский аккаунт. Почему не турецкий или польский? Во-первых, да, хорошо, в Турции цены примерно одинаковые, но в украинском они сейчас явно дешевле. Во-вторых, в украинском все игры переведены на русский язык. Везде русская озвучка. Вот запустите вы Horizon Zero Dawn в турецком аккаунте. Там не будет русской озвучки. Соответственно, берем украинский. Подписок. Есть подписка Extra. Есть подписка Deluxe. У них примерно одинаковое количество игр, только в Deluxe еще доступны ремастеры старых игр, например, God of War 3, нынешний The Last of Us ремастер. Но, опять же, смотрите сами, кому это нужно. Мне, например, хватило подписки Extra, где я поиграл во все эксклюзивы. Прошел Death Stranding, Days Gone, Miles Morales и так далее. А подробнее о подписках я расскажу в следующем ролике. Но не только же мне нахваливать мою любимую консоль. Давайте я расскажу о том, как Sony будет сдирать с вас деньги. Возвращаемся к DualSense. Бывает одна маленькая неприятность. Я прошу не пугаться, не делать поспешных выводов и кричать, «Я знал, что он дерьмо Xbox One Love!» Нет. Это творение искусства может испортить только севшая своей огромной жопой твоя... В общем. У некоторых пользователей бывает начинают лоптить стики. То есть вы не шевелите ими, а камера в игре крутится. Но, повторюсь, это случается очень редко. И несмотря на то, что геймпад это расходник, который сломался, купил новый, компания делает его на совесть. Это ошибка Sony, они это признали. А знаете как? Они выпустили версию DualSense Edge, где можно без проблем снять стики и подставить новые. Ну и парочку флажков добавили сзади, хз кто к этому и как привыкают. Ну а цена у него смешная, для столь навороченных функций улучшение каких-то 25 тысяч рублей. Обычный DualSense стоит 6-7 тысяч рублей, а этот почти в 4 раза дороже. Кто у них занимается ценами? Ага, ага, а он чё тебе, чё он тебе сказал? Уважаемый! Что? А за сколько будем продавать новый геймпад? Сегодня какое число? 25-е. Ну жаль за 25! Чё, чё, чё он тебе говорил о том? Помимо всего прочего, для тех, кто не в курсе, вы не подключите свои Bluetooth-наушники в PlayStation, а только от самих Sony за какие-то жалкие, тоже 16 тысяч рублей. Это же касается веб-камеры PlayStation, но она хотя бы 5 стоит, а я лично на Авито купил с чеками на гарантии за полторы. Самый полезный аксессуар, как я познал на своей шкуре, это док-станция. Я не мог подумать, что геймпад держит 4-4,5 часов, который был заряжен на 100%. В итоге сижу с этим кабелем, который заряжает геймпад, снизу воткнуты проводные наушники. Беспроводное устройство выглядит зачастую как-то не так. Найс! Не покупайте геймпады за 25 тысяч, друзья. Не надо поддерживать эту неадекватность компании. Не надо! Не надо! Я не буду! Я больше не буду! Так, ну раз Sony такая жадная, то может и с играми такая же беда? Но тут внезапно нет. Они сделали прекрасный подгон, чтобы сэкономить нам деньги. Многие из игр, которые были доступны только на PlayStation 4, получили апгрейд до пятой плойки. Бесплатно. Что? Бесплатно? Как? Ну смотрите, допустим, стоит диск на Авито Киберпанк на PS 5 тысяч рублей, а на PS 4 1800. Открыл Google, проверил ли есть обновление до пятерки, купил, дома вставил диск, нажал кнопку обновить и все. Это мега круто, потому что кто-то мог пройти игру на старой консоли, а через пару месяцев берет пятую и, конечно же, хочет увидеть графику на пятой плойке, но платить за это пять тысяч жалко. Вот за это Sony спасибо. Ну господа, по-моему это лайк, господа. Лайк, 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 лайк. Еще мега супер ультра, крутая фишка, это делить аккаунт с играми на двоих. Вы открываете общий доступ, настройка к другу, он заходит на аккаунт, скачивает игру, возвращается и играет в нее на своем, а вы на своем, тем самым можете скидываться пополам на игру. Если брать стоимость игр на данный момент, то новая игра в день выхода это 7-8 тысяч. Да на самом деле игры полностью стоят своей ценой, вот смотри, например... Нет, конечно, это дорого, никак ты это не оправдаешь. Воспользовались поментом на финансовых рынках и подняли под шумок, а потом начали, да нет, это сейчас дорогая разработка, это больше людей, это да, 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 понятно. Ну и особо не расстраивайтесь, потому что я увидел на авито удивительный феномен. Новая игра, которая стоит в магазине 7 тысяч, на авито спустя даже 3 месяца бушная стоит 6500. Ну вот 500 рублей скинули тебе, что мало за бу? Зато купив новую игру, пройдете ее и продадите практически по такой же цене, и на эту сумму возьмете другую и так далее. Коллекционировать диски нынче очень дорого, и продавая ты сможешь пройти намного больше. Поэтому покупать всегда стоит именно версию с дисководом. Разница по цене иногда может достигать приличных 5-7 тысяч рублей, а на авито даже парочки тысяч. Но послушайте, вы берете консоль минимум на 5 лет. Вы не покупаете ее каждый день, и поэтому не стоит экономить на таком. Если вы хотите стабильную и качественную картинку, берете PS5. Если вы хотите играть в эксклюзивы, берете PS5. Если вы не хотите играть в PlayStation, вы берете PlayStation 5. До скорого и с наступающим!